Дорогой Отец Небесный, благодарим Тебя, Господи, за этот вечер, благодарим Тебя за это собрание, Господь. Спасибо, что Ты собираешь нас, Господи, познавать Твои истины, глубины Слова Твоего, Господь. Благослови, Господи, наши уши слышать. Благослови, Господи, говорящего. Говори через волю, Господь, чтобы Твои истины, они проникали в сердца наши, чтобы мы пребывали в единстве Духа, в единстве истины. И мы у Твоих ног, Господи, вот собрались и просим Твоего благословения и благодарим Тебя во имя Иисуса Христа, молитва наша. Аминь. Аминь. Итак, терпение веры святых, вот, Иов. Значит, мы видим борьбу на небе и на земле между Богом и Сатаной и участником вот этой борьбы. нам здесь, в этой истории, показан, ну, Иов, как участник, который не видел, не знал, что на небе, по сравнению с нами, но всё переживал. И Сатана под сомнение поставил слова Бога, потому что Бог сказал, что Иов праведный, удаляющийся от зла, богобоязненный, святой даже в другом переводе. Сатана поставил это под сомнение. Но Господь нам, как гвоздь забил, да, в самом начале Он сказал, хоть имя Иов означает «гонимый враг», Господь ему о нём сказал, что он праведный, удаляющийся от зла, святой, богобоязненный, и нет такого, как Иов на земле. И если будем держать эти слова, ну, в голове слова Бога, и вообще вот эту картину, что произошло на небе и на земле, то попробуем размышлять над этой книгой в контексте вот этой книги и того, что нам было написано прежде, вот в первой главе. Так Сатана по допущению Божьему причинил много зла Иову, забрал у него всё, что у него было, и детей, и животных, и стада его, и даже через жену, ну, ему мало было, он ещё поразил его, опять же, через спор тела Иова, он заболел проказы от темечка до подошвы ног, то есть полностью, и даже у него такие слова, что только кожа на зубах его осталась, то есть вот такой печальный вид его. но у Сатане мало этого, он через жену стал добивать Иова, затем через друзей, Иов и его три друга, слова друзей, мы видим, что они его обвиняли, они его называли лицемером, лжецом, а это противоположное, что сказал о нём Бог. Поэтому если смотреть в контексте именно Писания, я вот вижу так и предлагаю вам вот вникнуть в эту книгу, вот лично следить, вот чтобы вглядываться, ну, размышлять вместе. Итак, Господь говорит, во всём этом не согрешил Иов устами своими. Итак, Господь ещё раз показывает, что Иов не согрешил. Дальше три друга. Значит, Иов начинает сетовать, его сетование и скорбь в речах его, Елефас, его имя означает «сила», однокоренное «бог», и его имя такое же значение, как Елеуй, и у них одинаковые ночные видения. И вот Елефас здесь говорит о своём видении, в общем, здесь такое видение, что его видение объял ужас, потряс все кости, и дух прошёл надо мною, дыбом стали волосы на мне, он встал, но я не распознал вида его, только облик пред глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос. Ну, он так считает, что это ему так Бог говорит. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих хроминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. То есть здесь мы видим, что Бог вот в таком лице, что он не доверяет и ангелам, и усматривает в них недостатки, и тем более хромины избрения, то есть люди, у которых основание прах, то есть тем более их, они истребляются скорее море. То есть здесь вот такое понимание, что Бог не ценит человека. Это говорил Елефас. Иов здесь ему говорит, ну я выборочно, страждущему должно быть сожаление, милосердие, проявление любви от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. То есть Иов, он хочет, чтобы ему посострадали, милосердно к нему отнеслись, ибо иначе, если, то это нет страха Божьего. Вот из этого можно вывод сделать. Иов говорит, буду жаловаться в горести души моей, поведаю о том, как Дух мой страдает. То есть Иову очень сильно тяжело, ему очень важно, чтобы его поддержали, ну или хотя бы выслушали, молчали, поняли, посострадали, ему это очень важно. Ну не вывод, а такие слова из него выходят. Что такое человек, что ты столько ценишь его, пристально смотришь, это другой перевод, и обращаешь на него внимание твое, взор в сердце своего. Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. То есть здесь мы видим понимание Иова, познание Бога, что он, ну характера его, что он испытывает каждое мгновение, посещает и очень ценит. Видите, он говорит, ты столько ценишь его, то есть человека. То есть это совсем противоположное, что говорил Елефас о характере Божьем. И здесь мы видим, что Иов тоже вот взывает, что ты поставил меня противником себе, так, что я стал самому себе в тягость. «Зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего?» То есть он ощущал эту тяжесть. И тут выступает Вилдат. Вилдат считает Иова лицемером. Имя Вилдат означает «делать ярким», то есть «делается ярким». Вот такое. Прямого перевода нет этого слова. «А вот такое делается ярким». Значит, он его в лицемерии обличает, считает его лицемером. Иов отвечает ему, что он грешник, но не лицемер. Но здесь тоже, конечно, всё интересно мы читали. Если можно, почитайте. Потому что если живы будем, Господу будет угодно, дойдём мы до конца, хорошо бы вывод сделать, изучив эту книгу, чтобы каждый вывод сделал из того, что лично наши глаза и сердце изучат «знание». Ну, знание, ум наш, разум. Вот. Иов говорит, «Ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания». То есть он знает, что… Он знает Бога, но и то скрывал ты в сердце своём. Знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. здесь тоже вот истина о Боге, да, что по его любви он не оставит греха. И тут третий друг считает Иова лжецом и лицемером. То есть усиливается обвинение. Сафар означает имя, прям прямой перевод, козёл, жаба. И смотрите, он какие слова говорит. То есть вдвойне, смотрите, здесь идёт как бы усиление, да, лицемером и лжецом. И вот шестой стих одиннадцатой главы. Он говорит, «Открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. И так знаешь, что Бог для тебя некоторые из беззакония твоих предал забвению». То есть он совсем противоположное говорит. Вдвое больше следовало бы тебе. Но Господь забыл твои грехи некоторые. Хотя Иов, наоборот, сейчас только говорил, что он не оставит греха без наказания. Но Иов отвечает всем трём, отвергает их самоуверенную мудрость. То есть вот здесь самоуверенность. Он видит в них самоуверенность. самоуверенную мудрость. И в 13 главе, на которой мы вот остановились, Иов говорит, «Но я к Сидержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Состязаться с Богом. То есть напоминает об Иакове, да? «А вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. и если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». То есть глупо, если молчит, да? Выглядит как мудрый. Причах написано. И так он им говорит, что сплетчики лжи, да, вы и бесполезные врачи. «Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его». Мы на этой главе в прошлый раз долго останавливались, но золотые слова, которые от боли, от из самих страданий Иова, рожденные вот эти слова. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». То есть он надеялся на Господа и решил, что это будет делать до последнего. И я желал бы только отстоять пути мои пред лицом. То есть как бы он хотел поговорить с Богом. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицом его. То есть вот это вера. Оправдание мне, это вот эта вера. Дальше мы будем видеть, что он как светильником просвечивает, просветил себя, то есть заповедями Божьими, словом его, и не нашел в себе и смело желает предстать пред лицом Господа. И это говорит мне уже в оправдании. То есть это вера его. Вера вменяется в праведность. И здесь говорит Елифас. Он не признает за его преимущества знания и опыта. 15 глава. И отвечал Елифас фемианитянин и сказал, станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью не имеющей никакой силы. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя. Итак, не признает он знания и опыта Иова. Называет его пустым, что он наполняет чрево свое ветром палящим, оправдывается словами бесполезными и речью не имеющей никакой силы. Мы, когда посмотрим на его слова, на слова Иова, вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его. То есть такие слова «он убивает меня, но я буду надеяться». Это вера. А Елефас на это говорит, что ты оправдываешься словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы. И если мы помним о том, что это идет великая борьба, то мы понимаем на чьей стороне кто говорит через Елефаза. На чьей стороне Елефаз. То есть он сам и не подозревает, что кто его использует в данный момент в этой битве. «Нечестье твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых». Посмотрите, он его еще и называет, что у него язык лукавых. Это называет его чуть ли не сыном лукавого, что у него язык, избрал язык лукавых. Страшные слова, бесстрашные слова, вернее. «Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя. Разве малость для тебя утешения Божия? И это неизвестно тебе? К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным? так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства. Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. Итак, одиннадцатый стих. Разве малость для тебя утешение Божье? И это неизвестно тебе? То есть вот утешайся, разве мало тебе это? Хотя вначале, когда они его увидели, Иова, разодрали одежды и посыпали пеплом головы. А тут что произошло, да? К чему порывает тебя сердце твое? К чему так гордо смотришь? Видит в нем гордость? что устремляешь против Бога Дух твой? И устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Здесь можно даже увидеть вероучение, да, сейчас, что человек не может быть праведным. Поэтому живые греши Господь Иисус сделал за тебя, умер за тебя, всё сделал за тебя, вот, Он праведник, а человеку невозможно быть праведным. И если посмотреть в контексте этой главы, то можно увидеть в этом великую борьбу в умах людей, да, вот это ложное учение, которое, видно, захватывает умы и становится противниками верному остатку и вообще противникам и Богу, противниками Богу, потому что это не есть истина. Так и пустеет дом нечистилого, и огонь пожрёт шатры мздоимства. Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. То есть смирись с тем, признай, что ты нечестивый. Вот. Зачал зло, родил ложь, и утроба его приготовляет обман. Иов отвечает, он жалуется Богу на заблуждающихся друзей своих. 16 глава. И отвечал Иов и сказал, «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы, разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня, предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня». Тут я выбрала всего из главы 4 стиха то, что он жалуется Богу, говорит, «жалкие утешители его все». То есть они ещё больнее ему делают. И вот смотрите здесь в 10 стихе «Разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня». Напоминает нам Иисуса Христа, как били его по щекам и все сговорились против него. И не было никого, кто мог бы сочувствовать ему, да? Такой пророческий намёк нам на Иисуса Христа. 11 стих «Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня». 17 стих «Помутилось от горести око моё и все члены мои как тень изумятся осём праведные и невинные вознегодуют на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего и чистой руками будет больше и больше утверждаться. И так при всём испытании, при всей тяжести вот как будто как-то у него приходит тяжесть, ну опять очередная такая мысль тяжёлая, как будто вот борьба видна у его. Вот тяжесть взывает понимать, что изумят совсем праведные и невинные вознегодуют на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего и чистой руками будет больше и больше утверждаться. Ему открываются золотые истины. Это как прорыв вот опять победа, опять не согрешил Иов, да? как бы вырываются у него вот эти слова веры, видна вот эта борьба. Вторая речь Вилдада. Это тот, который делается ярким. Он указывает на неизбежность гибели нечестивых. 18 глава. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал «Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. Одни его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога». И так раз эти слова сказаны Иову, то мы видим, в чём обвиняют. в том, что вот видишь, у тебя ни сыновей и внуков ты уже не увидишь. Итак, в чём обвиняют? Значит, ни сына, ни сыновей у тебя, ни внука не будет в народе его, и не останется в жилищах его никого. то есть самое больное, да? Но это ещё только начало. Одни его ужаснутся потомки и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога. Обвиняют ещё его, получается, показывают намёк, что он не знает Бога. И если это с тобой происходит, значит, беззаконник ты Иов. Значит, Иов беззаконник. А если мы сейчас опять же держим в разуме, что сказал Бог об Иове, то значит, мы видим, кто здесь говорит через Вилдада. Пятый ответ Иова. Величие его веры. Иов, 19 глава. И отвечал Иов и сказал, да коли будете мучить душу мою и терзать меня речами. Вот уже раз десять вы срамили меня и не стыдитесь стеснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остаётся. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью. Вот я кричу обида, и никто не слушает, вопию и нет суда. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом на вечное время на камни вырезаны были. Как же видно страдания в словах Иова? Для нас вот он мог молча страдать, да? А вот эти слова, они просто для нас записаны, чтобы мы могли себя как бы отождествить, что ли, когда вот нам трудно когда нам было самое трудное время. Мы кричали, да, в молитве, и никто не слушает в опию и нет суда. Вот такие моменты переживания Бог допускает нам, чтобы мы могли понять Иисуса, Христа Христа, познать Его, как мы им познаны, понять Его страдания, понять Его, когда Его отвергали все и не слушал никто. И выпиял Он нас на на кресте на кресте обида, и никто не слушает. «Зачем вы преследуете меня, как Бог, и плоти моей не можете насытиться?» мне почему-то сейчас местописание пришло, но как мне хочется, чтобы вы тоже общались. Местописание пришло мне «Господь говорит «Ешьте плоть мою, пейте кровь мою». Такой образ вот здесь написан «Плоть моей не можете насытиться». То есть это вообще противоположная сторона вот это преследование то есть преследование, то есть они не оставляют, они даже нисколько не могут сочувствовать, всё больнее и больнее словами режут, терзают его. И вот такое вот он сравнивает это, что «Не можете плотью моей насытиться?» То есть вот этим терзанием, что они его обвиняют и причём ложно, они как вот плоть его едят. Но это противоположное, как богохульное, да? Ну, отстретьте стих. «Ой, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, как он хочет суда, как он хочет справедливости». Иов хочет справедливости, он взывает о справедливости. Поэтому и говорит о книге, да, о суде. Резцом железным с оловом на вечное время на камне вырезаны были. Решение суда навсегда, да? Решение Господа навсегда. «А я знаю, Искупитель мой жив». 25 стих. «И он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и я воплоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его, и стоевает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его? как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча! Продолжение следует...